Сезон плодоношения малины уже закончился, но забывать про кусты не стоит. Они нуждаются в правильном уходе, чтобы на следующий год дать еще больше крупной и сладкой малины. Именно этой осенью будут заложены почки на будущий сезон, поэтому в этом видео я расскажу про 5 основных правил, которые нужно соблюдать после плодоношения малины. Сразу, когда малина отплодоносит, не нужно дожидаться осени, проводим обрезку сразу. Побеги, которые не принесут плоды в будущем году надо удалять. Все иссохшиеся, дефективные или больные ветки удаляем, затем убираем все двухлетние побеги, которые в этом году давали много урожая, но уже одеревенели. Они сами высохнут на следующий год, поэтому кусту не надо тратить силы на их развитие и поддержку. Я советую срезать малиновые веточки на уровне с землей, не оставляя пеньков. В идеале оставляем 10 толстых стеблей на одном кусте. Через неделю после обрезки малины обязательно подкармливаем куст. Растение требует очень много калия для увеличения морозостойкости, а также фосфор для развития корневой системы. Поэтому беспроигрышный вариант это подкормить малину компостом из расчета 5 килограммов на квадратный метр. Если у вас еще осталась зола после дачного сезона, можно внести 100 граммов под каждый куст. Если нет органики, можно сделать раствор из 50 граммов суперфосфата и 40 граммов сульфата калия на ведро воды или целое ведро вылить под куст. После того, как малина обрезана и подкормлена, нужно хорошо полить кусты. 20-30 литров воды на растения будет достаточно, но поливаем не прямо под корень, а вокруг куста. Если этого не сделать, крупные малины в будущем году не ждите. Также важно замульчировать почву вокруг крапивой и люцерной. Это калийные растения, которые и подкормят куст и защитят влагу от испарения. А еще если куст малины болел в этом году, обязательно делаем бордовскую жидкость и обрабатываем куст для защиты от грибка. Делайте так и урожай будет фантастическим.